Всем привет! Сегодня 20.09. И мы приехали в Орлик посмотреть, что здесь. Идемте же проверим. Для меня это всегда такой таинственный лес. Не знаю, видно ли вам. А ну сейчас я подойду ближе. Роскошные! Почему-то никто их здесь не собирает. Наверное, потому что очень хрупкие грибочки. Да я вижу, тут зонтов этих. Просто лес зонтиковый. Такие мощные еще. Не знаю, надо будет насобирать. Просто сейчас с ними возиться не хочется. Я аж всего с одной корзиной. Здесь в Орлике с голоду точно не помрешь. Хотя бы одними зонтами можно уже обеспечить себе пропитание. Я слышал, кстати, их не только сушат, но еще и замораживают. Тоже жарят. Посмотрите на это. Вот эти съедобные грибы из семейства шампиньоновых здесь совсем никто не ценит. Посмотрите. Действительно, целый лес, полянами растут зонты. Красота какая! Так, Максимушка, хватит любоваться зонтиками. Пора уже браться за дело. Вроде бы маленький беляшек посвящался. А, это не беляшек, это полячок. Ну, и полячку мы рады. Это, скорее всего, масленочек. Так и есть. Уже два. А что ж два, Максимка? Белых-то мы еще пока не встретили. Ориентируясь на жену, я тоже стал находить беляши. Ведь у нее уже в лукошке целых два. Смотри, Максимчик. Здесь они по-другому красивы. Не так, как вот в предыдущих двух моих роликах. Просто классическая конституция тела белого гриба. Класс. В травке надо смотреть. Вот секрет мамы. Под заваленным бревном показалось еще шляпкой. Не пойму, кто это. Мне кажется, это поляк. Да, и у меня еще под ногой один спрятался. Я вот только не знаю. Но этот уже вроде бы старенький. Пусть он тут остается. Да, пускай. Еще один. Это твой. Тихое такое место. Казалось бы, даже что оно не тронутое. Но добраться сюда, та еще задача. Дорога практически отсутствует. Возможно, кто-то сюда ездит часто. И ездит иным путем. Но мы добирались через Царичанку. Это просто кошмар. Посмотрите. Грибной лес. Проходим дальше от зонтов. И встречаем из мха торчащую шляпу белого гриба. Какой красавец, а. Снова зонтичная роща. Полячков подсобрали. Здесь ситуация с поляками примерно такая же, как в одном из моих видео прошлого года, когда мы были на острове. Мы приехали за белыми, а там тьма поляков. Ситуация здесь подобная. Потому как до острова тут совсем чуть-чуть. Но в связи с тем, что навигация сейчас запрещена, никто вас туда не доставит. Удивительно, да, Максим? В Днепре шел проливной дождь. А здесь, как я и говорил, может быть солнце. Находясь в непосредственной близости к дороге, вот такая вот картина. Смотрите. Ну и жены, конечно, близости. Я о нашей близости рассказывать не буду в грибном блоге. Заметил. Я счастлив с того момента, как мы познакомились. Вот, видишь? Смотри. Вот. Я говорю, счастливая женщина. Тьфу-тьфу-тьфу на тебя. Так, ладно, я пошу. Кольца пошла. Стоим мы здесь с Максимкой, завязываем ему куртку, которая постоянно его мучает тем, что спадает. Говорит, смотри, пап, приподнимаются, да, такие бугры высокие. На ровном месте. Это Максимка нашел. Чисто твои грибы. Ну, это твой. Сразу и не увидишь. Да, вот это мой. Это я нашел. Но я бы на него не обратил внимания, если бы ты этого не увидел. Так что я думаю, он последует тебе в лукошко. Любуюсь мощнейшим стволом вот этого зонта. Действительно зонт. Хотелось бы его взять, но некуда положить. Стоило выйти нам, стоило выйти из этого участка непривлекательного. Как здесь вот такое привлекательное. Ждет нас. Смотрите, для наглядности. Ух ты! Стой здесь, Максимочка. Я понял, да. Хотел для наглядности вам показать вот этот участок леса лиственного. Я наклонился за тем беляшом, а здесь вот такая красота. Катя. Катю вы можете определить по красной курточке. А беляша по его вот этой вот кофейного или даже цвета какао шляпочки. Какой мощный. Кстати, под под вот такой вот, я не знаю, похоже на на вишню. Катя, конечно, пришла тоже, конечно же. И вот еще два. Конечно же она нашла. Чувствую, буду гнать отсюда сейчас. А что ты? Ты извини меня. Гля. Глянь. И вот смотри какой. Так, вон Максик. Смотри, Катя. Сколько эмоций дарят вот эти вот красавцы. Глянь. Я тоже. Это я тебе удачу и счастье приношу, оказывается. Я тебе кричала, иди сюда. Ага. Иди вон, бери своих полячки. Вот по краешку идем, по границе, можно сказать, с лиственным лесом. Здесь люди не так часто ходят. Они, видимо, думают, а, ну тут такой лес разворачивается еще там где-то и не доходят до конца. Угу. И делают правильно. Да? Комары здесь очень злющие. Назойливые такие. Уже покусали мне весь затылок. Угу. Эх. На тебе сидят. И здесь тепло. Мы выезжали, 12 градусов было, я не знаю, сейчас, наверное, ну, градусов 16. Да, 18 уже. Максим даже снял курточку. Вот, обратите внимание, не на Максима, а на вот этот экземплярчик. А кто знает, такова судьба моя, найти его была. Судьба. Ой, а тут как солдатики стоят полячки на высоких ножках. Угу. Один, второй и третий. Максик, собирай их. Три. Три. Наконец, дошли до старого леса соснового. Бугорочек с белячком. А вот совсем на поверхности уже. Высокий. Выделяется казалось бы культурное растение какое-то. Какие роскошные листья в него. Как будто культурный какой-то цветок с клумбы. Мох разнообразен. Здесь он имеет один цвет и структуру. Здесь же совершенно другой пятнышко. Более темный. Очень похоже на черемуху что ли. Это не черемуха. сколько ягод. Прорываемся сквозь траву почти по пояс. В осенник, наверное, там вроде бы осенник. в общем все все очень интересно. Вот еще одно такое дерево под тяжестью ягод ветви вон как наклонились вниз. А под ним зонтов целое племя. Осенник оказался очень реденьким, но все же радует своим красноголовикам. А Катя ныла тут. Куда ты? Там ничего нету. красненькие. Да, наконец-то мои любимые красненькие. Вот спрятался. Это не тот. Вот этот. Не могу его извлечь. Он очень крепко там сидит. мошку сгил. И нога его извивается там. Ну да ладно, мы его сейчас обрежем. Ой, здесь еще маленький был, я его не заметил сразу. Ну как маленький, нога уходит очень глубоко. А этот мы обрежем сейчас, потому как нет сил больше моих. А он как-то как-то он вот так изогнуто входил туда в почву. дальше еще смотри. Там как будто есть. Ну туда лучше руками уже не лазить Максик. Разбавим подосиновички под березовичками. Или же это тоже подосиновички. Просто такого цвета. А его кто-то половину съел. Ну здесь молоденькие еще остались. смотри шубка их. Да это никто это семена какого-то бурьяна. Снимай не бойся. Да они имеют такой вид. Нет. Они колючие. Они имеют такой вид. кричит. поет она кричит. На помощь. Обеспокоена. Вот такой лес интересный. Он разнообразный. Многогранный. Не монотонный. Здесь ходить одно удовольствие. Даже вот просто в поисках приключений. о многогранности этого леса свидетельствуют найденные нами грибы. То это белые сосна, то это подосиновики блотистой местности. краснючки наши родимые. Этот поели. Пусть он тут останется. Этого слегка тоже подгрызли. Но мы его заберем. Выходим в хвою снова. И снова такое дивное зрелище. Мощнейшие зонты. Зонт? Да. Я видел там такой большой. Вот здесь уже нужно белых смотреть. Что такое? Белые. Ага, большие. Маленькие, ну че-ли-ли, ладно. Да они только характерны, тут такие поеденные. Ну ничего, проверяй, не червивые ли. Это поеденный масленок, похоже. Нормальный, кстати. Скажи, что Катюша нашла полянку. Я буду молчать о том, что это ты нашла полянку. И мне здесь посчастливилось поживиться. Тут даже два. Эти тоже, кстати, не молодые. Вот кто их кушает. Знаешь, что я только что подумал? Что здесь столько зонтов, что можно было, допустим, победить голод каких-то из стран Африки, да. Тут красота. Этот беляж похож на березовый беляж. Или даже на боровик похож. Как будто иний на шляпке. Прямо на дороге, там где машины ездят, беляж такой красивый вылез. Еще один. Вот тут вот есть папа. Где? Да не знаю. Не вот прям. Не вот реально. Маленький он польский. Видите? Да, вот этот. А, вот этот? Это сыроежечка. А вот пульс. Даже болото тут есть, типа. Пока что тут никого нет. Да? Да? Катю все GPS ведет прямо на беляжи. Я иду рядом и тоже потихоньку лохмачусь. Мы сейчас уже движемся в сторону автомобиля. Максим уже устал. Нужно его подкормить и самим подкрепиться. И пойдем еще дальше полазим. Кто хочет, тот пойдет. Кто не хочет, тот будет в машине. Уж думал не включать камеру. Но все-таки включу. Забрался на пригорочек. Количество меня поразило. Сразу четыре беляша. Два я уже сорвал. Но вот. Вот таких красавцев я не могу вам не показать. Возможно, тут есть еще. Просто нужно внимательно смотреть. Сейчас я этот пригорочек обследую. Как следует. Рядом приближаются конкуренты. Так что задерживаться мы здесь не станем. Оу! Вот как можно видеть. Не зря мы здесь сконцентрировали свое внимание на этом пригорочке. Это уже пятый. Не такой толстоногий. Но зато длинный. У нас существенные изменения в команде. Максима с бабушкой мы оставили в автомобиле. Потому как уже ходили, устали. Но мы люди молодые. Далеко приехали. Считаем, что надо насладиться исполна. Поэтому вернулись в лес. И не зря. Какой чистый. Толстоногий. Как природа его так сформировала красиво. Спустился вниз. Здесь видите камыши. Думал, может быть краснючка найти. А нашел дыночка. Да как лова! Ох! Здесь я просто остановился. Потому как обратил внимание на раздавленный белый гриб. Кто-то здесь шел и не увидел. Все-таки подосиновички тоже имеются. Пусть небольшие, но и их. Для меня очень приятная находка. Обожаю эти грибочки. За их красоту. Ой, ножом нечаянно зацепил. Совсем маленькие брать не буду. Там вот я вижу. Выглядывает. Ну вот такие вот. На вилочку. Почему бы и нет. Характерные для орлика дюны. Помню, как мы сновали от оазиса к оазису. Находя трофейные экземпляры. Поехала машина. Ага. А здесь вот такое творится. Ох, какой. Катю комары едят. Что там у тебя получился? Он червивый. Кстати, да. Здесь попадаются червоватые грибы. У меня просто немае слив. Как бы мы ни пытались выдавить из этого леса себе по полной корзинке. Ну, практически по полной. Мы еще грибалочку не завершаем. Но уже движемся в направлении автомобиля. Уже дома слив. Да. Красота еще встречается по пути. В виде беляшиков. Тут вот тоже что-то вылазит. Наверное, беляшик тоже. А, это какой-то заваленный беляшик, что ли. С ног на голову перевернутый. Мы его сейчас почистим, возьмем все равно. О, этот совсем кроха. Пусть остается здесь. Примемся за его братца. Это какие-то псилоциби. Что-что? Я тоже нашла. О! Но это, по-моему, подосины. Кстати, подосиновички частенько попадаются. Видите, здесь березки, осинки. Смешанный лес. Очень интересно ходить. Разнообразие грибов. Удивляет и радует. Кто-то разрыл норку. Здесь живут какие-то мини-оски. Совсем маленькие. Мы уже находимся возле автомобиля. В таком живописном месте. Лобном. Настало время питбит и питцунки. Моя корзина состоит в основном ассортиме. Да. Конечно, здесь доминируют беляши. Но есть и такие грибы, как полячки, маслячки, краснючки. И Катюшина корзинка. Корзиночка. Дима. Она по весу такая же, как и Димана. Да. Что за грибы у тебя здесь преобладают? Белые, польские, маслята. Всех поровну, да? Я думаю, да. Можно сказать, что грибалка удалась. Слава Богу. Мы довольны. Оскому на сегодня сбили. Так что, друзья, до новых встреч. Ждем от вас лайк, комментарий и подписку. А пока всем пока. 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 Пока.